Первый летний месяц в Красноярске и в городах края выдался невероятно жарким и даже побил июнь, один из них, 120-летний метеорекорд. Но нам еще синоптики обещают пекло, согласно их планам. И насколько зависит погода и состояние здоровья, действительно ли есть такие параллели, можно их проводить, мы сейчас узнаем у нашего гостя Сергея Устюгова, заведующего отделением кардиологии номер 3 Краевой клинической больницы и главным внештатным кардиологом Министерства здравоохранения Красноярского края. Сергей Александрович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Первый вопрос, есть ли у нас вообще взаимосвязь между инфарктом и погодой? Чаще всего случаются инфаркты, например, в жару. Да, или это мнение нас любителей, а у профессионалов другое. На самом деле к жаре надо относиться очень серьезно, поскольку в жаркое время происходит определенное обезвоживание организма. Обезвоживание организма, оно приводит к сгущению крови, и это может служить фактором развития острого состояния. Но надо понимать, что, как правило, все-таки к инфаркту приводят определенное заболевание, которое формировалось длительное время. Зачастую, к сожалению, это происходит малозаметно для наших граждан, и инфаркт является как бы первым сигналом о том, что вот беда случилась. Хотя, если внимательно к себе относиться, как правило, есть какие-то моменты, за которые можно, человек должен быть зацепиться и начинать профилактические меры. Поэтому вот опять тема профилактики, она всегда очень важна. Сейчас каждые три года мы должны проходить диспансеризацию. Недалее как три дня назад я получил смс от своей страховой компании, что вот надо пройти диспансеризацию. Хотя диспансеризацию я прошел еще в начале года. Ну вот такая ситуация. Давайте расскажем про симптомы, как понять. Да, вы говорили сигнал, за который можно зацепиться, несмотря на то, что есть букет хронических заболеваний. Ну, смотрите, мы говорим об остром состоянии. Мы говорим об остром состоянии. Это интенсивная давящая боль за грудиной, боль сопровождающая себя, как правило, резкой слабостью. Боли эрадируют чаще всего в левую руку, в нижнюю челюсть. Это такая симптоматика, которая возникает в порядка 80% случаев. То есть это типичное начало заболевания. Это интенсивная боль, резкая слабость, холодный пот, чувство нехватки воздуха. Вот эти симптомы должны насторожить. Если у человека раньше бывали приступы стенокардии, и он пользовался нитроглицерином или нитроспреем, он понимает, что 1-2 впрыска, и боль проходит, и боль не возобновляется. В случае развития инфаркта эти боли значительно интенсивны, нитроглицерином не снимаются и требуют каких-то других мер. Тут очень важно понять, что при инфаркте не надо ждать, не надо пытаться звонить соседям по квартире, друзьям. У нас любят советоваться с интернетом. Это пустое. Значит, если появилась интенсивная боль, если появилась резкая слабость, холодный пот, чувство нехватки воздуха, вызывайте скорую помощь. 0, 3 или 112. Вот это совершенно точно. Время здесь решает всё. У нас в медицинской среде есть такой термин. Время – это спасённый миокард. Чем раньше мы начинаем лечить инфаркт, А на сегодняшний день в городе Красноярске и, собственно, в Красноярском крае создана инфарктная сеть, одна из самых эффективных в стране. Поэтому в городе Красноярске весь инфаркт лечится уже так, как он лечится в любом цивилизованном государстве. Это первичное чрезкожное вмешательство при инфаркте миокарда. Поэтому здесь самое главное, чтобы человек вовремя вызвал скорую помощь, не пытаясь советоваться с кем-то, не тратя время в пустую. И как-то решить самому проблему, проявлять самостоятельность. Расскажите, вот мужчины, женщины, насколько они ответственны по гендерному признаку? Кто раньше к вам бежит? Или, может быть, какие-то физиологические особенности? На самом деле, как бы это ни было странным, но женщины дольше по времени ждут. Женщина более терпелива, чем мужчина. Как бы там ни казалось, мужчина герой, но тем не менее. Женщина в силу, опять же, гендерных особенностей. Женщины по... Это не только наша краевая статистика, это мировая статистика, что женщины везде, повсеместно, позже обращаются за медицинской помощью в случае развития острых состояний. Причем это не только инфаркт, это многие другие состояния, но вот это надо иметь в виду. Ну что вы посоветуете, если вдруг, я не знаю, едешь в автобусе, или вот был случай у меня в бассейне, женщина упала, а вдруг это действительно какой-то сердечный приступ, не знаю, я уж не врач, инфаркт. Что я могу сделать прямо сейчас и здесь могу? Что вы можете сделать? Если человек доступен контакту, если он в сознании, то, скорее всего, надо спросить, что его беспокоит. Есть ли эти боли, о которых я уже говорил. Если эти боли есть, то посмотреть. В аптечках, ведь в бассейне, в фитнес-клубах есть эти аптечки. Если у человека были проблемы с сердцем, то, как правило, у него есть эти набор медикаментов. Надо помочь человеку, если это стесняющее одежду движение, освободить, расширить доступ к кислороду. И звонить, звонить, звонить. Звонить 0,3. И до приезда скорой помощи нитроглицерин, либо нитроспрей. И опять же надо понимать, что не более двух доз, потому что сами эти лекарства могут снижать артериальное давление. Это может не улучшить. Человека, если он может лежать, надо успокоить, потому что зачастую возникает такое психическое возбуждение некое при этом. Надо постараться его успокоить. Если он может лежать, то лучше уложить. Если не может лежать, то придать возвышенное положение к голове и постараться, чтобы человек спокойно сидел. Ну и напоследок хотим у вас уточнить по современным методам, вы как раз говорили, пациент в итоге попал, диагноз его понятен. Вы уже что непосредственно делаете согласно всем прогрессивным методикам? Ну смотрите, на сегодняшний день все пациенты поступают в городе Красноярске в три крупных больницы. Краевая клиническая больница, это региональный сосудистый центр, это больница скорой медицинской помощи, 20-я больница, где пациентам лечатся методом через кожных вмешательств. Это осуществляется небольшой прокол. Малоинвазивный? Малоинвазивный метод, да, совершенно верно. И восстанавливается кровоток по инфаркт-зависимой артерии. То есть там, где было препятствие току крови, из-за чего формировался инфаркт, специальным инструментом открывается коронарная артерия, туда устанавливается протез внутрисосудистый стенд и мы восстанавливаем кровоток по инфаркт-зависимой артерии. И чем раньше мы это сделаем, тем лучше. Более того, я могу сказать, что эти технологии, они не только в Красноярске, теперь с сентября прошлого года открыты два центра, это Ачинская и Канск. Эти технологии приближаются к нашему населению. И мы все делаем, чтобы наши граждане получали адекватную, хорошую терапию. И очень важно все-таки, еще раз я повторю, что время вызова скорой помощи – это ключевой момент в спасении жизни наших пациентов. Вот таким вот образом. Ну, это, пожалуй, время на то, что объединяет как раз и журналистов, и кардиохирургов, и в принципе, и врачей. Да, тоже счет идет везде. И там на секунду. Спасибо большое о профилактике инфарктов и зависимости погоды и реакции на погоды нашего сердца, а также сердечно-сосудистой системы. Мы сегодня разговаривали с Сергеем Устюговым, заведующим отделением кардиологии номер 3 Крайовой клинической больницы и главным внештатным кардиологом Министерства здравоохранения Красноярского края. Сергей Александрович, мы вам желаем, чтобы у вас были более ответственные пациенты. Спасибо большое. И чтобы меньше была у вас работа. Работы у нас будет много, но здоровья нашим пациентам.